вот смотри сегодня путин проехал на мерседесе по крымскому ну или керченскому правильно сказать мосту так и значит довольный такой баранкой рулил я вот смотрю ну и как бы отчитались ему что автомобильное полотно восстановлено и соответственно соответственно вот автомобильный мост уже готов к эксплуатации а он на грузовом мерседесе и хорошо но вот мерседесики это такая история себе да мерседесик от грузового большого дальномерного мерседесика сильно отличается и а уж от целой серии грузовых мерседесиков отличается очень сильно а на железнодорожном мерседесике он там не пробовал проезжать снабжение войск идет преимущественно железнодорожным способом все это автомобильное снабжение это пока капля в море для надо снабжать весь крым население там почти 3 миллиона 2 было наших и потом еще один миллион привыкли еще огромную группировку в общем такая история сильно попахивает херсонская а будет попахивать еще больше я думаю со временем ну то есть можно ли исходить из того что повреждения были такими что все-таки это дольше займет у них восстановление потому что но уже сдался мост по самым по самым скромным предположением российские специалисты которые попал в открытую печать этаж аж до марта некоторые злые языки утверждают иностранные что аж до сентября естественно как всегда где-то посередине сойдемся на мае на мае июня на снабжение группировочки южная вы как повисло на соплях после этого я думаю что вывод войск из херсона преждевременной под нашими ударами не последнюю очередь благодаря проблемам железнодорожного полотна и автомобильного на крымском мост и она будет забавно если он разрушен раз починили снова разрушена дело такое антоновский вон сколько бедняга стоял на все равно свою задачу выполнил честно обрушился еще и честно переживал напряжение российских войск и с крымским будет примерно то же самое а